В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте! Сегодня в программе мы поговорим о том, как снизить риск бронхолёгочных заболеваний. Вообще поговорим о симптомах, о причинах, о лечении и, конечно, о профилактике. Я с удовольствием вас знакомлю с гостем программы Людмила Яновна Воробьёва, заведующая пульмонологическим отделением Могилёвского областного противотуберкулёзного диспансера. Людмила Яновна, здравствуйте! Добрый день! Рада вас приветствовать в программе. Я уверена, что наши телезрители, все, кто сейчас смотрит эту программу, обязательно от вас услышат и советы полезные, и рекомендации о том, как себя лучше чувствовать. В начале программы я хочу задать такой вопрос, может быть, он покажется для телезрителям, такой не совсем нужный, но я знаю, что он нужен. Все приходят к врачу-участковому терапевту. Когда, с какими жалобами нужно обращаться к врачу-пульмонологу? Большое спасибо за приглашение на эфир. И вопрос действительно актуальный. Вы простой такой, да? И абсолютно правильно. Вы уже тактику поведения больного определили сразу своим вопросом. Начинать нужно с доктора-терапевта. Терапевт. Прежде чем пойти к пульмонологу. Потому как ряд симптомов, которые кажутся пациенту, вот срочно нужно бегом бежать к пульмонологу, они решаемы у терапевта. Те же респираторно-вирусные заболевания, тот же кашель вначале, который так пугает больного. И терапевт уже определит, есть необходимость консультации пульмонолога, или он справится сам. И, как правило, вот сейчас сезонность со многими симптомами, проблемами терапевты справляются сами. И необходимости идти на консультацию к пульмонологу, она просто отпадает. А если выясняется что-то сложное, которое не поддается коррекции у терапевта, терапевт даст направление к пульмонологу. И именно терапевт решит, что вам пора. Не нужно вот этой паники. Я всегда и телезрителей призываю, и все доктора, которые в программе, дают рекомендации, советы, все делать без паники. Не нужно самому себе решать, ставить диагноз и бежать уже к пульмонологу. Совершенно верно. Есть определенные симптомы, то есть когда очень высокая температура, какое-то тяжелое состояние. И до терапевта, ну, просто вот пациент чувствует, что он вызывает, опять же, бригаду скорой медицинской помощи, которая тоже определяется, куда этого пациента направить. Если есть необходимость, они привозят к нам в приемный покой, где на месте уже решается вопрос о необходимости госпитализации. Или, опять же, больному оказывается определенная помощь, обследование, даются рекомендации, он на следующий день опять же идет к терапевту. Да, да, да. Людмила Яновна, ну вот сейчас мы встречаемся осень, да, и вот это, наверное, сезон прям вот всех заболеваний. Тут и бронхиты, тут и будем просто говорить о симптомах, тут и кашля всевозможные, ну, конечно, пневмония. Вот осенний-зимний период, вот он насыщен, да, вот сейчас у вас... Совершенно верно. Это сезон подъема респираторного вируса. Совершенно верно, да. Но в сентябре у нас дети, летом дети все как бы по каникулам, по бабушкам, по дедушкам, то есть нет такой скучности. Когда в сентябре все собираются вместе, студенты, дети, но идет подъем инфекции. И в какой-то степени взрослое население тоже страдает от этого, потому что, ну, детки идут домой, мама с папой рядом, и тоже возникают проблемы. Осень, охлаждение, простуда, сырость тоже не прибавляет. Ну, опять же, короткий день, мало солнца. Солнца вообще нет. В какой-то степени депрессивное состояние, но иммунитет начинает страдать. И отсюда подъем вот этих вот респираторно-вирусной инфекции, которая, опять же, бьет по иммунитету. И пневмония уже как следствие вот этих вот факторов, она тоже растет. Но не только осень, не только зима, но и начало лета в какой-то степени. То есть, когда сейчас и летом пневмонии распространены. Вот это внезапно. Вот это внезапно. Пневмония летом. Совершенно верно. Но если лето жаркое, да, а у нас бывает такое иногда летом. Да, три дня бывает. Это когда жара. Тричь и перед ним. Но тем не менее, купание, опять же, переохлаждение, холодные напитки. Сейчас распространены кондиционеры. Мы пришли к тому, что машины, в помещениях, везде кондиционирование, воздухоперепад вот этих температур, тоже в какой-то степени стрессовая ситуация для организма. И тоже пневмонии возникают. Летняя. Да, но основной пик все-таки приходится. Зима-осень. И когда начинается эпидподъем гриппозной. Вот эта инфекция. К счастью, в последние годы у нас грипп как-то, слава богу, не свирепствует, учитывая хорошую вакцинацию населения. Поэтому таких вот осложнений в виде пневмонии, чисто гриппозных, мы видим, опять же говорю, к счастью, мало. К счастью. Людмила Яновна, если мы конкретно вот сейчас уже перейдем к пневмонии. Да, понятно, это очень коварное заболевание. Мы поговорим и о видах, и о распространенности. Но первый вопрос, который я хочу задать. Вот этот симптом. Вот как понять, что это должна быть температура 40, это должна быть 36,7 температура. Ведь по температуре еще тоже можно много поговорить. Она должна быть в течение трех дней или ее может не быть температуры. Вот этот симптом. Признаки. Но пневмония, она многолика. Начнем с того тоже. Но, учитывая то, что это очень коварное заболевание, это инфекционное заболевание. Начнем с этого. Пневмония по-любому. Это инфекция. Это острое заболевание. Поэтому начало, как правило, острое. Но вот такой классики на сегодняшний день, она есть, но она, скажем так, не у всех пациентов, чтобы резко. Обычно, если классическая пневмония, нормальный иммунитет, здоровый организм, мы приходим домой, образно говоря, или просыпаемся ночью, а зноб трясет, потом кашель, боль в грудной клетке. Вот это классика пневмонии. Это уже как бы... Это в прошлом. Ну, оно есть и сейчас у молодых людей, у здоровых людей с хорошим иммунитетом. Вот это вот классика. То есть здесь уже, ну, заподозить пневмонию проще. Терапевт послушает, есть, что выслушать у пациента, хотя это тоже не всегда. Иногда наши пациенты говорят, вот, никто не выслушал. На первых порах зависит от локализации пневмонии. Не каждый выслушает пневмонию в первые несколько дней. И верхние отделы, допустим. И небольшой объем поражения. То есть выслушать иногда бывает очень тяжело. Клиника заподозит. Поэтому золотой стандарт пневмонии это вовремя рентгенобследование сделанное. Вот поэтому терапевты этим очень хорошо владеют. У них у всех музыкальный слух. И поэтому на сегодняшний день диагностика пневмонии у нас достаточно хорошо поставлена в Могилеве, в области. Поэтому как бы выявляется пневмония на ранних этапах. И у нас осложнений намного меньше. И, в принципе, вовремя направляют к пульмонологу, на госпитализацию. То, о чем вы говорили вначале. Да, совершенно верно. Вовремя начатое лечение, как бы, но препятствует образованию вот этих вот осложнений. И пациент спокойно уходит здоровым уже из стационара, пролеченным, и проблем никаких нет. Но, к сожалению, в последнее время пневмония, ну, не такая классика. Внезапная, да? Внезапность. Острая. Да. Следует обращать внимание на то, что вот как субфибрильная температура. То есть температура, которая 37 с небольшим, да? Какое-то время. Вот переохлаждение, слабость, потливость, утомляемость, кашель, дискомфорт в урудной клетке. Но вот такой вот острой клиники нет. Это тоже могут быть симптомы пневмонии у данного пациента. Особенно у людей ослабленных, у людей с хроническими заболеваниями, у людей пожилого возраста. То есть у тех людей, которые не могут бурно, вот так вот, как молодой человек, ответить иммунитет не дает. Да, высокая температура, резкая боль. Острую вот такую вот реакцию, острый ответ. Такая текущая, такая какая-то, вяло текущая. Совершенно верно. Все это смазано, это непонятно. Но, тем не менее, обследуя таких пациентов, терапевты всегда у нас на чеку и отправляя на рентген обследование, вот почему не надо сопротивляться. И мы выявляем вот эти заболевания, и в принципе, все заканчивается благополучно и хорошо. Людмила Яновна, тогда вот знаете, вот такой вот из жизни случай. Вот человек болел, кашлял, и тут ему ставят пневмонию. Здесь понятно, ну вот классика, да, вот как вы говорите. Ну, вы сказали переохлаждение. Вот у меня вопрос, ну неужели, неужели здоровый человек, вот просто переохладившись, ему на следующий день, вот он попадает с острой болью внезапной, вот с острыми такими, да, и ему раз и пневмония. Ну как, ну как она так могла? Вот переохлаждение. Неужели? Давайте начнем с того, что здоровый человек, если он был в состоянии хронического стресса в последнее время, да, опять же, это все иммунная система. Мы существуем с микроорганизмами в таком симбиоте, что ли, без них мы просто жить не сможем. Это обуславливает наш иммунитет, и все. Переохлаждение само по себе является, опять же, стрессовой ситуацией для организма, и часто это бывает последняя капля, которая приводит к тому, что, ну, организм говорит, все, я устал. Да, он сражался-сражался, сражался сколько можно. И поэтому происходит обрыв, активизация, вот наших микроорганизмов. Ну, и как бы прорыв такой, вот и формируется заболевание. Вот этот толчок переохлаждения, организм устал. То есть это последняя капля? Последняя капля, да. Вот это последняя капля. Потому что иногда слышишь вот эту внезапность, да, вот он, человек ходил, ходил, все, ну, уставший, все, на завтра. Пневмония. А вот она, вот вы рассказали, вот она во всей красе. Он переохладился, и толчок этот... Вот вы правильно сказали, ходил-ходил. Да, ходил-ходил, Мы иногда не задумываемся о том, что нужно просто иногда тормознуть и отдохнуть. Волшебные слова. Еще расскажите. Нам некогда. И мы нагружаемся, 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 и, к сожалению, это тоже не приводит к здоровью. То есть отдых организму своему в осенне-зимний период... В любой. В любой период. Но в осенне-зимний, когда уже отпуск где-то, ой, кажется, очень далеко, хотя иммунитет должен быть крепкий, но вот эта усталость, стрессы, если что, резервы, если классику рассматривать, да, как вы рассказывали, или вот это острое внезапное. Людмила Яновна, а наследственный фактор здесь... Ну, для понимания, он меньше. Меньше, да. Наследственный фактор. Но если нету врожденной вот такой вот иммунной патологии, что ли, да, а так врождённые факторы, они более характерны для вот этих вот хронических заболеваний. Да, да, да. Допустим, партииальной астмы, там, ещё либо каких-то генных заболеваний, которые влияют на лёгочную систему. А так врождённые такой вот... Да, да, да. С пневмонией это меньше всё-таки связано. Меньше связано. Совершенно верно. Здесь, наверное, более характерно поговорить о группах риска, да? Вот группы риска, да. Для пневмонии группы риска, они актуальны. Группы риска, это, как правило, ну, одна из самых первых. Курение отбросим? Сразу говорим. Курение – это группа риска. Да. Это группа риска. Потому что со временем курение нарушает вот эту вот, ну, немножко о лёгочной системе, да? Мы в норме дышим, воздухом он нестерилен, он нестерилен, и как бы идёт процесс самоочищения организма. То есть наше бронхиальное дерево, оно просто всё это очищает. У курильщиков, к сожалению, оно истощается. И всё, вот что мы получаем с воздуха, оно напрямую идёт в ольвеолы, в легочную ткань. Вот. И уже формируется фактор риска. Да, да, да. Опять же, много слизи, мокроты, которые, опять же, закупоривают ощущения. То есть это группа риска. Пусть послушают вас. Курильщики – это группа риска. Одна из групп риска для развития вот этих пониманий. Потом лица, которые длительно работают в запыленных, загазованных помещениях, опять же, чревато вот этим вот нарушением очистительного процесса. Плюс лица, которые болеют различными хроническими, тяжёлыми заболеваниями, то есть иммуносупрессиями. Накладывается, да? Такое освоение. Совершенно верно. И лица, которые злоупотребляют алкоголем. То есть как бы это вот самая основная наша группа риска для тяжёлых пневмоний, которые чреваты очень плохими последствиями. Вот пусть услышат вас. Вот пусть услышат. Людмила Яновна, сейчас мы посмотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Ну а затем продолжим беседу. Смотрим. Каждый человек раз в год в обязательном порядке проходит рентгенобследование. Так ли оно необходимо и что специалист увидит на снимке. Сейчас и узнаем. Сразу заметим флюорографию, суть которой состояла в фотографировании тени органов грудной клетки с флуоресцентного экрана на фотоплёнку уже не проводят. Методика устарела. Теперь во всех учреждениях применяется цифровая рентгендиагностика. Для пациента это лучевая нагрузка ниже в десятки раз, а для врача большая информативность и возможность послать снимок в другое учреждение здравоохранения для консультации или уточнения диагноза. Это скрининговый метод обследования, то есть выборочный. Норма, ненорма, ненорма, ненорма. Рентгенография лёгких, плёночная, она это более точный метод обследования за счёт своей разрешающей способности. Так что всё, что находится в лёгочной ткани, специалист увидит на снимке. Главное, для чего проводится рентгенобследование, именно ранняя диагностика заболевания. Мы, конечно, нацелены увидеть изменения туберкулёзного плана. Какие-то очишки, какие-то инфильтраты, какие-то полостные структуры. Также паразитарного плана есть место болезням лёгочной системы опухолевого плана. На этом снимочке вот это вот всё, это лишнее, к сожалению. Ну, предварительный диагноз – пневмония. Профилактическое исследование и диагностическое исследование. То есть первое, когда человека ничего не беспокоит, и диагностическое исследование это когда уже появились жалобы, да. То есть раз в год, когда люди приглашают учреждения на профилактические осмотры, мы нацелены выявить маленькую патологию. И это важно. Потому что когда у человека болит, он уже придёт сам. Раз в год обязательно, а если что-то беспокоит, и два раза в год рекомендуют специалисты делать рентгеноснимок лёгких. И, к слову, все снимки хранятся определённое время, так как диагностам очень важно предыдущее рентгенобследование, когда врач может сравнить прошлогодние показатели и нынешние. Людмила Яновна, посмотрели, да, мы вместе с нашими телезрителями вот этот сюжет. И вы в программе тоже обозначили такой очень важный момент, что без флюорографии не будет выставлен такой диагноз. И вообще, как много всего можно увидеть по этому снимку? Ну, вы абсолютно правы. Вообще, рентгенобследование – это золотой стандарт в обследовании пневмонии. То есть, если рентгенологические пневмонии, если рентгенологических изменений нету на рентгенограмме, то пневмонию мы не выставляем. Там надо искать тогда другую причину, которая может привести вот к данной клинике. Такие есть, скажем так, случаи, когда вроде бы слышишь, а на самом деле ничего нет. Поэтому рентгенобследование, вы только что из сюжета слышали, что доза облучения минимальна, как бы на сегодняшний день, учитывая новые современные технологии и прочее. И обследоваться, если есть необходимость, иногда мы просто сделали сегодня, пациент приходит и говорит, вот я вчера, образно говоря, ну не вчера, 3 дня назад, 4 дня назад, я проходил рентгенобследование, я сегодня это делать не буду. А доктор слышит, доктор видит, доктор уже подозревает пневмонию. Пневмония – это острое заболевание. И поэтому развиться картинка может в течение нескольких дней. И мы, повторно делая снимочки, мы уже видим, что это действительно пневмония. Просто на тот момент мы ее на снимочках не словили. Это была клиника, продром, начало, которая еще не проявлялась. И поэтому снимочки делать нужно обязательно. Что нам дает рентгенобследование? Мы видим, во-первых, распространенность с одной стороны, с двух сторон, вверху, внизу. То есть как бы осложненное, неосложненное. Есть уже плеврит, как осложнение пневмонии. Нету его. То есть от этого будет зависеть уже тактика дальнейшего ведения пациента. Назначение терапии, необходимости госпитализации куда? То ли в отделение, ну вместе со всеми другими клиническими факторами, то ли уже в палату интенсивной терапии, в реанимацию. Потому что я еще раз говорю, что пневмония – это острое инфекционное заболевание, которое, к сожалению, чревато неприятностями для пациента, если пропустить какое-то время. Вот почему не нужно сидеть дома с температурой и ждать, пока оно само как бы уйдет. Все-таки необходима консультация доктора. И антибиотик принимать самому тоже не нужно. С самого начала насморкать еще чего-либо. Я просто призываю к этому, исходя из того, что потом устойчивость вырабатывается, и нам очень тяжело справиться с процессами, потому как, ну, скажу грубо, но как есть, что мы микробов учим, тому они очень приспособленцы и, в принципе, как бы формируют буквально моментально устойчивость к данной группе антибиотиков и справиться потом с этими пневмониями очень тяжело. Так а что вы тут резкого сказали? Ничего не сказали. Поэтому по любому насморку, по любому подъему температуры антибиотики принимать не надо. Сейчас уже, к счастью... Я знаю таких людей, которые сразу принимают антибиотики. Причем один или два дня лучше стало, все ушло, и два дня, и это, опять же, очень нехорошо. А потом, чем лечить и что делать? Да, да, да. Поэтому, как бы, вот да, вот это вот делать не нужно. Пневмонию, когда пациент поступает, мы тут же сдаем анализ мокроты, то есть мы уже пытаемся, если есть возможность, выделить возбудителя, посмотреть индивидуально у каждого, потому что, ну, много микроорганизмов, которые вызывают пневмонию, много факторов для развития этих меркотиков, микроорганизмов, и уже отсюда опять же идет чисто индивидуальная схема лечения данного заболевания. Если мы начинаем, пока еще у нас нету этого фактора, но чисто так стандартно, по стандартам, то есть схема антибиотиков, которая перекрывает все спектры, то уже, когда мы получаем вот эти вот анализы, мы уже идем индивидуально для каждого, подбираем схему терапии. И когда пациенты упираются, не понимают иногда, чем чревата пневмония, я не буду госпитализироваться, я не хочу и прочее, но это, наверное, несерьезно, потому что через несколько дней могут возникнуть такие последствия, осложнения, когда уже справиться с данным заболеванием, бывает крайне-крайне трудно, тяжело, и требуется много усилий. Не будете называть осложнения, потому что вот они будут, наверное, очень страшные. Я не хочу пугать, но они действительно, эти осложнения при пневмониях, почему такое серьезное внимание к пневмонии? Потому что эти осложнения, они чреваты аппаратным дыханием и, к сожалению, летальными исходами, если упускается время, начало заболевания. Вот почему говорят, что с момента диагностики пневмонии антибиотикотерапия назначается практически сразу, чтобы не упускать время. Да, да, да. Людмила Яновна, я чуть-чуть в защиту телезрителей, чуть-чуть, но, опять же, вы настолько правы в этом плане. Сегодня все-таки, наверное, послушные пациенты и делают флюорографию. Или я заблуждаюсь? Я почему-то всегда думаю, что если доктор тебе сказал, ну, у нас сегодня 90% из 100 все-таки будут выполнять рекомендации доктора и пойдут, сделают повторный снимочек, потому что сегодня вы так подробно рассказали о внезапности, об остром заболевании, что не нужно ждать, не нужно выжидать это время, а идти и сделать этот снимок. Мне так кажется. Мы с вами абсолютно правильно начали, в начале нашей передачи сказали, давайте мы будем начинать с терапевта. Да. Но, совершенно верно, у нас на сегодняшний день настолько актуальна по всей вероятности эта схема, что пациенты даже сами, минуя терапевта, идут и делают снимки. И потом к вам приходят, почитайте. Уже с готовыми снимками. Поэтому, ну, настороженность есть, и слава богу. Ну, тоже вот сейчас, вот в этой части программы, я даже боялась вздохнуть, чтобы не нарушить вот эту вот цепочку, как вы правильно всё для наших телезрителей рассказали, вот прям пошагово, что делать, и чего не надо делать, и чего выжидать не надо. И про антибиотики, ну, просто вот красота. Никаких антибиотиков, если тебе ещё не поставили диагноз, и тебе доктор не сказал, что это только антибиотиками. Антибиотики на вирус не действуют. А вот подъёмный сезон, вот сейчас эпидсезон, это, как правило, вирусная инфекция, которая не лечится антибиотиками. Спасибо большое, Людмила Яновна. Сейчас в программе ещё несколько полезных рекомендаций смотрим. Сегодня мы поговорим о такой рыбе, как горбуша. Вы поймёте, почему её нужно есть почаще. Во-первых, эта рыбка малокалорийна, в ней мало жира, поэтому она подходит для диетического питания. Горбушу очень полезно есть пожилым людям, ведь в ней содержится аминокислота гистидин, которая защищает нервные клетки от разрушения и предупреждает развитие болезни Альцгеймера. Эта рыба предохраняет от атеросклероза и сахарного диабета. В ней много витамина Е. Витамин Е защищает клетки от старения, укрепляет стенки сосудов и предотвращает образование морщин. По горбуше высокое содержание кобальта. Кобальт помогает почкам выделять воду, а это профилактика отеков. В 100 граммах горбуши содержится суточная норма хрома. Хром регулирует уровень глюкозы крови, усиливает действие инсулина. Это профилактика сахарного диабета. В ней много фосфора, который нужен для построения костной ткани. Горбуша – прекрасный источник йода, который так нужен для щитовидки. Даже если вы придерживаетесь диетического питания, кушайте эту рыбу и будьте здоровы! Людмила Яновна, немножечко времени у нас еще в программе есть, но я хочу, чтобы вы, как врач-пульмонолог, рассказали о таком симптоме воспаления легких или пневмонии, как кашель. Потому что он бывает и сухой, и лающий, как вы его называете, влажный, переходящий. Ну вот я считаю, да, я не доктор, но я считаю, что если человек две недели кашляет, все, это уже, ну это просто так плохо. Но вы меня за эфиром немножечко эту информацию по-другому выдали, поэтому я хочу, чтобы телезрители слышали. Ну, кашель – это вообще тема огромная, поэтому мы в двух словах. Кашель без пневмонии, кашель при пневмонии. При вирусных инфекциях кашель три недели – это норма, но он должен меняться. То есть он начинается сухой, надсадный, лающий, постепенно он становится влажным, и он утихает. Три недели кашель – это норма при вирусной инфекции. Не надо бежать к пульмонологу, как бы сразу. Если кашель, температура нарастает, кашель нарастает, не дай бог кровохарканье появилось, то есть тоже такой фактор может быть, это нужно уже принимать какие-то меры. Если диагностирована пневмония, кашель при пневмонии, может быть, начинается сухой, потом он становится, опять же, влажным, дренаж. Когда пневмония начинает уходить, она, в принципе, появляется, мокрота. Мокрота откашливается, чистится, дренируется, всё хорошо. Самое страшное – кашель с кровохарканьем. Тут уже не обсуждается бегом к доктору. Снимки – доктор, потому что причина кровохаркания и кашель – это, в данном случае, это может быть причиной очень серьёзных злых заболеваний. Тут даже уже может быть и не пневмония. Здесь может быть и онкология, может быть и туберкулёз, может быть и ряд других заболеваний. То есть здесь необходимо исключать злую, острую или хроническую патологию, которая может привести к фатальным результатам, если не принять меру. Людмила Яновна, а есть ли постоянное покашливание? Вот не кашель? Мы сейчас прокашляли, да? Такой яркий. Ну, постоянное покашливание – это клор-врачу. У людей с большой педагогией, у кого большая голосовая нагрузка, проблемы с носом – это носоглотка, это болезни верхних дыхательных путей. Вот как вы сразу. Вот здесь вот нужно непременно, чтобы посмотрел специалист-лордоктор. Этот кашель, это, в принципе, с ним живут, существуют, и здесь уже совсем другая история. Да, да, да. Прекрасные советы, прекрасные рекомендации, Людмила Яновна. И немножечко по профилактике. И вот осень, зима, весна чудесная, мы никто не болеем. Осложнения мы сегодня чуть-чуть приоткрыли. Не стали пугать наших телезрителей, но они чётко знают, когда к терапевту и когда попадают к пульмонологу. Ну вот о профилактике. Профилактика пневмоний до банального проста. Иммунитет должен быть крепким. Для этого свежий воздух, прогулки на свежем воздухе. Стараться, если заболел, вирусная инфекция – это уже профилактика окружающих, сиди дома. Если высокая температура, не надо кашлять, особенно во время гриппа. Это надо вылежать пару дней в острый период, чтобы не заражать окружающих. Питание, сон и положительные эмоции. Да, и никаких стрессов. И никаких стрессов. Ну от них не уйдёшь, но тем не менее. Не уйдёшь, но надо, наверное, себя как-то уводить, учиться от этих стрессов. Опять же, Людмила Яновна, вот вы сказали, кашлять, полежать дома – это тёплые напитки, понятно. Наверное, никаких компрессов. Это я уже так немножечко бегу, чтобы мы успели. Потому что любят тёплую картошку на грудь, тёплым паром дышать. Вот эта влага поступает. Но если там инфекция уже есть, и есть пневмония, есть что-то, вот этот тёплый, влажный, мокрый, как говорится, просто приведёт к тому, что инфекция будет распространяться. Это очень хорошая среда для того, чтобы микробы комфортно себя чувствовали. Выращивают её, получается. Поэтому, наверное, не совсем желательно на первых этапах, не зная, что у тебя есть, заниматься самолечением. Спасибо вам огромное, Людмила Яновна. И ещё один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Доктор прописал. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!